Лиза Бугуська Лиза Бугуська Лиза Бугуська Лиза Бугуська Лиза Бугуська Лиза Бугуська А остальная территория тоже приватизирована. Но это территория, которая соединяет Украину с другими государствами, с Румынией, со Словенией. Это вот то, что приватизировано в Закарпатье. И только оказывается, вот та территория, где должен был проходить Михаил Саакашвили, она священна для страны. И получается, что если он пройдет, то он нарушит принципы государственности Украины. Потом мне стали рассказывать, что вторым принципом государственности у нас является институт президента. И ни в коем случае мы не должны сейчас дать каким-то образом нарушить институт президента, потому что это наша государственность. Я спрашиваю, друзья, в 14-м году, когда сбежал Янукович, что было с институтом президента? Мы что, выходим сюда против института? Мы выходим сюда против той фамилии, которая сама Ганбытце-институт. И третьим символом государственности мне сейчас называют нашу конституцию. Мы с вами стоим здесь, на площади Конституции. И вы все помните тот сюжет, когда наш президент шел на инаугурацию по этим ступенькам с площади Конституции в Верховную Раду. Вы помните, как упал солдат? У него сначала выпал автомат, потом упал. Вы помните все этот сюжет? И вы помните, как наш президент оказывал ему помощь? Он прошел мимо. И вот так я сейчас обращаюсь ко всем ребятам, которые стоят и охраняют Верховную Раду. Он пройдет мимо вас точно так же. Он переступит и пойдет дальше. Я думаю, что все из нас, наверное, даже во снах или в каких-то самых ярких сексуальных фантазиях не представляют себе, что президент творит. Он говорит с нашей Конституцией. Он ее имеет как хочет. Единственное, что очень четко он знает, что в Конституции прописано, что институт президента защищен от преследования на то время, пока президент находится в своей каденции. То есть сейчас президент себя, нашей вот этой Конституцией предостерег от того, чтобы НАБУ против него открыла ряд криминальных справ. Что такое сейчас Верховная Рада и почему я считаю, что нам нужно будет обязательно принять новый закон. Первое. Второе. Нам нужно будет обязательно надавить на то, чтобы была поменена в конце концов ЦВК и провести после этого досрочные выборы. После этих выборов, мое мнение такое, вчера Михаил Саакашвили представлял свою программу на 70 дней, но я думаю, что в эту программу обязательно нужно будет еще вшить обязательную ревизию всех законов, принятых за эти три года. Почему я так считаю? Потому что большинство законов было принято с нарушением регламента по рубием. Сначала Гройсманом, потом по рубием. Когда один и тот же закон ставится на голосование 5, 6 и даже 17 раз. Вторая часть нарушения принятия законов – это кнопкодавство. Сама Ирина Луценко, жена генерального прокурора, была зафиксирована, она как на рояле играла кнопками. И именно поднимая все записи журналистов, тогда, когда шли голосования, а журналисты каждый день присутствуют в Верховной Раде, и там, где, когда принимался закон, было отмечено кнопкодавство, скасовывается этот закон. Он не будет считаться действительным. Там, где нарушался регламент, должен скасовываться этот закон. И последнее. В результате скасывания этих законов может оказаться, что у нас и законов-то нет за эти три года. Вот смотрите, что я вам сейчас скажу простым языком. Я сейчас дизайнер. И если я не выполняю свою работу, заказчик мне говорит, верни деньги. Вы поняли, к чему я это сказала? Мы должны будем потребовать у тех, кто вот таким образом принимал законы и кнопкодавил, у той же, между прочим, Ирины Луценко, вернуть деньги государству, которые она получала за все время, находясь здесь. Потому что их зарплата, это наши деньги, это наши налоги. И самое последнее, что я хочу сказать, это то, что я четко поняла механизм работы нашей власти против народа. Нас всегда запугивают. Крым сдан был этой властью только потому, что нас с вами всех запугали, что если мы его начнем защищать, у нас будет грузинский сценарий, и это развяжет третью мировую войну. Друзья, грузинский сценарий, это пять дней войны. Украинский сценарий, это три с половиной года войны, которой конца до сих пор не видно. Он парыгует, дорогая, товарищи. Вы помните, когда мы выставляли крымскую блокаду, чтобы спасти лицо Украины в международном понимании, что все какие-то санкции применяют к России, а мы с ней торгуем. Мы выставили блокаду. Как нас запугивали после того, когда упали электрические опоры, что все сейчас Украину взорвет, потому что Запорожская АЭС не выдержит, будет взрыв, это будет хуже Чернобыля. Ужас, что обещали нам. Ничего не произошло. Вы помните, когда была блокада Донбасса, как нам рассказывали, что кошмар, что произойдет, сейчас будет коллапс Украины. Нам нечем будет греться, мы замерзнем, потому что только уголь Роттердам плюс нам может помочь. А теперь, оказывается, это коррупционный уголь. Нам обещали, что вот-вот Путин нападет, если Михаил Саакашвили едет со львовской границей и сюда попадет. Сейчас нам рассказывают, что мы здесь с вами собрались, и тем самым мы открыли вот эту частную границу в Закарпатье, и сейчас в Закарпатье отделится Венгрию. Нас все время пугают чем-то таким масштабным. Нас всех перестреляют, здесь будут сидеть снайперы и стрелять во всех нас. Мы должны для себя сделать выводы страха. Нет! Я не хочу своим внукам объяснять потом, почему мы живем так плохо, и что я сделала в своей жизни для того, чтобы мы жили хорошо. Я не хочу. Спасибо большое вам всем. Я передаю слово следующим выступающим. Нас еще много. Дякую, Молиза.